Девственные нетронутые места, куда прилетают лебеди, в плавнях обитают дикие утки, а рядом шмыгают дикие кабаны, это Камышеватская. Многочисленные отмели, лиманы, завораживают своим видом, привлекают наличие целебной грязи, чистый воздух. Отдых на побережье больше палаточный, что называется дикарями. И конечно же сдаются дома для отдыхающих, есть база отдыха с баром и бильярдным холлом. В станице есть сквер с лавочками среди зеленых насаждений, дворец культуры, аттракционы с колесом обозрения, школа, церковь, сеть магазинов, детские сады и районные приюты. В годы Великой Отечественной войны станичники героически сражались за родные просторы. В прошлом станица мельниц, но увы, они все сгорели. И в этих живописных местах нужно быть осторожными, потому как море разливается спонтанно, спровоцированное дуновением ветра и подводными течениями. И уже на месте песчаного берега оказывается лавина бурного потока воды. Она доходит до станицы, заполняя всю прибрежную территорию. Станица остается невредимой, она находится на возвышенности. Когда вода уходит, открываются снова красивые заводи с песчаным побережьем у моря. Это чисто Азовское море. Конечно же, подобное бывает нечасто. Песчаный берег улыбается, а море ласкает. В плавнях ютятся полчища птиц, ветер колышет камыш, дух захватывает от изумительной красоты, а голова кружится от запаха трав. Здесь, вдалеке от городских проблем, еще и еще раз убеждаешься, как чудесен и прекрасен этот мир. Постепенно пришла пора нам двигаться дальше. Дорога ранним утром окутана туманной дымкой, а с появлением первых лучей солнца загорается зелень вокруг нас. У нас на пути несколько станиц, в том числе самая большая станица в мире – Каневская и город Тимошовск, откуда до Приморско-Ахтарска 80 километров.